дорогие друзья я вас приветствую с борта яхты бавария 37 круизер сегодня мы проводим осмотр яхты для потенциального клиента это не сервейерский осмотр а беглый осмотр чтобы потенциальный клиент мог увидеть что на яхте есть и какое состояние яхты ниже видео будет написано год выпуска яхты цена яхты задавайте вопросы мы вам будем отвечать итак мы находимся в салоне яхты бавария 37 круизер яхта трехкабинная яхту не готовили специально к нашему приходу не накрашивали губки не полировали не мыли вот как мы яхту сегодня застали здесь пришли вот такое состояние мы и фотографируем и снимаем видео итак мы находимся в салоне салон сидушки салона сделаны с кожи заменителя кожи заменитель видно что он новый он не потертый нигде вот эти черные это просто не помыто хорошо сидушки для кокпита вот такой довольно большой стол он как мы видим поднимается становится еще покрупнее побольше то есть чтобы можно было и с той стороны затянуться и с этой стороны кипрское место шкиперский столик приборы управления VHF радиостанция фирмы раймарин и с этой стороны чуть впереди гарминовская gps открываем шкиперский стол great water pilot компас карты параллельная линейка циркуль закрываем различные рундучки которые присутствуют на яхте видите здесь запасные личные части шкиперская сидушка поднимается можем там положить тоже разные вещи идем дальше отодвинем пакет воды в сторону опять же рундук где можно разместить то что желает карточкипер но чаще всего здесь размещается вот наборы инструментов и так далее импеллеры запасные и так далее с левой стороны у нас находится камбуз газовая плита с духовкой на две конфорки различные рундучки где мы можем сохранять виде всякие чашечки всякие рюмочки здесь впереди кофе вижу есть еще что то есть далее вилки ложки мусорный ящик открываем холодильник холодильнике даже есть есть разные продукты питания закрываем холодильник мойка и рядом находится сушка можно помыть и посушить тарелочки и впереди по левому по правому борту очень много разных рундучков ну давайте откроем один из них так вот как лото что мы здесь видим вот тарелочки стаканчики идем в переднюю каюту друзья яхта имеет один туалет вот передняя каюта я к чему начал за туалет передняя каюта яхты обращаем внимание на состояние лакокрасочного покрытия оно здесь в очень даже хорошем состоянии за свои слова отвечаю вот здесь сверху немножечко есть открыли шкафчик полочки для одежды опять же состояние лакокрасочных изделий покрытие вернее идеальное никаких минусов здесь я не вижу дверь в салон тоже в отличном состоянии пайолы вот здесь вот трещинка маленькая есть вот здесь я ногой показываю и все но яхта не новая скол пайолы трещинка дверь я начал за туалет говорить за галюн двери в галюн унитаз откачка ручная джапско система пластик в одном из видео я говорил что пластик намного больше чем дерево которые на которое попадает вода и дерево портится окей зайдем в галюн и с галюна есть еще одна дверь еще одна дверь в кают компанию в некоторых местах есть облизание немножко такое знаете как от облущивание лака это как раз те места которые подтверждают мои слова где при попадает вода с душа с распылителя и лак лак отслаивается ну вот такая картинка зеркала все в очень хорошем состоянии вот я провожу смотрите за исключением вот этого зеркала внизу видите она имеет уже ну хочет ремонтироваться на выброс ну в принципе зеркало вот еще в таком состоянии годами работать теперь друзья посмотрим задние каюты машинное отделение и состояние под паёлами затем пойдем наверх итак каюта кормовая по правому борту заходим в эту каюту смотрим немножко темновато но как есть каюта по ширине очень даже неплохая вот я захожу в полный рост каюту при моем росте метр восемьдесят но естественно она ниже чем на яхтах которые большего размера один иллюминатор сбоку и один иллюминатор над моей головой смотрим состояние мебели верхняя часть верхняя часть чаще всего с иллюминатора затекает то ли забывает закрывать иллюминатор то ли когда пропускает прокладки но здесь в принципе все нормально так и визуально и контактильна или как сказать правильно окей открываем рундучки здесь ребята которые пришли убирать яхты они свои вещи оставили так что мы не будем на это обращать внимание скажем на яхтах яхтсмены вот здесь лак тоже не поврежден нигде ни одного скола не вижу и это лакокрасочное покрытие ребята с верфи яхта не перекрашивалась идем в другую каюту по правому борту кормовая каюта по правому борту она с вещами как я сказал занавесочку отодвинем иллюминаторы levmar лакокрасочное покрытие тоже нормальное не знаю тут что там тоже что-то спят да тут вещи их не есть не будем открывать лазить вот дополнительное место здесь поднимается для разной обуви теперь глянем машинное отделение друзья открыл машинное отделение посмотрим опять же темновато немного сегодня солнца нет дождь темно попробую чем-то посвятить друзья взял фонарик смотрим двигатель лего вольво пента под двигателем сухо двигатель трехцилиндровый ступеньки состояние ступенек состояние поднимаем поднимаем паёлы поднимаем паёлы итак я поднял три паёлы первые три которые мне попались самые близкие чисто сухо вторая часть чисто сухо вторая часть третья часть чисто сухо крепление келя ржавщины нет вообще так вот посмотрели подпоёльное пространство в трех местах продвинулся еще вперед посмотреть крепление келя вот друзья такая картинка еще здесь откроем ну и здесь тоже самое так что можно сказать что подпоёльное пространство в этой яхте в очень и очень хорошем состоянии я даже честно говоря не думал что будет все так как есть теперь идем наверх попадаем в кокпит кокпит тиковый посмотрим состояние тика состояние хорошее комментировать даже не буду реальное хорошее состояние тика как на сидушках так и на протоптышах заодно вы увидели динамики рулевое колесо штурвал компас приборы раймарин и есть место для того что мы если захотим могли поставить чартплотер наружный 4 лебедки бимини спрей худ новые с прошлого года сейчас посмотрим их и снаружи вот все новое стоит локеры два откроем один глянь спасательный плот ведро весла для тузика насос для тузика насоса скачки ручной воды ну глянем с этой стороны тогда швартовые концы их довольно много лейка запасной дизель запасное масло и так далее теперь пройдемся друзья по палубе протоптыши не тиковые элькоут яхта яхта 37 фут в длину передний парус на скрутке система стоит фурликс 200с поднимаем поднимаем якорь яму ну цепь якорная цепь конечно хочет гальвинизации или замены это уже на желание покупателя и вот здесь вижу что мощность брашпиля 100 ватт релинги впереди не побитые не поломанные якорь тоже в нормальном состоянии вот вид лодочки яхточки спереди радара яхта не имеет главный парус на скрутке тоже стоят паруса фирмы DL очень хорошая фирма кстати очень выполняет качественную работу вот друзья мы провели маленький обзор осмотр яхты Bavaria 37 которая продается задавайте вопросы кому интересно будем общаться всего всего хорошего